МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По всей стране прошли памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине начала Отечественной войны. О планах войск Госсовета Грузии и о тех, кто пришел на помощь абхазскому народу. В Музее боевой славы открылась фотовыставка, посвященная памяти погибших добровольцев. Стрельба из лука, коррекционно-развивающие подвижные игры, катание на лошадях, о деятельности первого инклюзивного общества Абхазии в нашем репортаже. 14 августа в Абхазии отмечают День памяти защитников Отечества. В этот день, 31 год назад, войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию нашей республики. Началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней и ночей. Война, которая унесла жизни тысяч сыновей и дочерей Абхазии, Северного Кавказа, Юга, России, представителей зарубежной диаспоры. По всей стране прошли памятные мероприятия. В Сухуми они начались с возложения цветов в парке боевой славы. Затем состоялась церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Репортаж Сарии Кварасхеве. Утро 14 августа по традиции началось с возложения цветов к мемориалу славы, где похоронены защитники Отечества. Отдать дань памяти погибшим пришли вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Джан Сухнанба, члены правительства, депутаты парламента, секретарь совбеза Сергей Шамба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Республике Абхазии Олег Бациев. С волнением и болью в душе к подножию мемориала возлагают цветы ветераны и матери погибших. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пожалуй, нет ни одной семьи в Абхазии, которая бы не коснулась трагедия войны. Наряду с мужчинами на фронт шли совсем юные ребята и девушки. Живым источником силы абхазского народа явилась глубокая вера в победу. Тогда вооруженные силы Абхазии создавались в сложной общественно-политической обстановке. Становление абхазской армии берет истоки сформирования отдельного полка внутренних войск, который возглавили подполковник милиции Гиви Агрба и майор милиции Вахтанг Цукба. Этот день как кошмарный сон. Никаких угрожающих информаций с постов не было. В том числе с Агудверского батальона и с Ахурейского поста. Если сегодня анализировать глубоко, то были и ляпы. Где-то мы что-то прошляпали, это и разведка. Потому что накануне, вы знаете, это написано много уже в прессе и по телевидению, Ардзен по 13-го звонил Шеварнадзе о том, что какие-то передвижения проходят на границе по Ингуру. И они вызывают у него беспокойство и так далее. Тот заявил, это нам хорошо известно от нашего командира полка Кокалия, который тоже присутствовал в этом разговоре. Ничего страшного, это идет борьба со свиодистами и так далее. Вы не переживайте, скоро я там буду. Через пару дней. А теперь мы уже знаем, что такое пару дней. Война началась неожиданно, в самый разгар курортного сезона. Захватив врасплох даже профессиональных военных. Уже был подписан отпуск в Ахтанга Цугба. Однако утром Гиви Камугович буквально закричал со второго этажа. «Вахтанг, иди сюда, срочно!» Тогда он ему сказал, что танки врага почти в столице. «Бери мою машину и сделай все, чтобы остановить их». Я взял его машину, служебный лазик, с водителем Наура Магар Попедный. Первый день он погиб. Михаил Саков, он был в милицейской форме. И Саша Миколады, старший лейтенант. Вот мы вчетвером выехали на встречу. Когда доехали до 14-й школы, до эстакады, смотрим, большая пробка озревает. Дальше ехать невозможно. Я послал тогда в форме милицейской, Саакова, нашего прапорщика. Я говорю, быстро, без оружия пройди до Айтара, что происходит, разведай и сюда приходи. Взяли мы с собой только по автомату, по 2-3 магазина, по парочке гранат и все. Больше ничего не имели. Долго мы не знали, что происходит. Неведомая информация вот такая вот. И тут минут через 10-15 возвращается, эли дышит весь мокрый. Там, говорит, танки уже стоят возле Айтара, где сослал Халая, этот бандит, командовал подразделением грузинских боевиков. Несколько ПМП, заведенные стоят по направлению к городу. Прапорщик Сааков также доложил, что всех лиц абхазской национальности на месте задерживают. Рядом с Айтаром стояла машина УАЗик, которая была заполнена наручниками. Ничего-ничего, на всех абхазов наручников хватит. С усмешкой говорили друг другу грузины. Этот день показал предательство. Этот день показал бездушность людей. Варварство, ничтожество. Вот это, то, что на душе у них была грязь, она сюда вся выплеснулась. Когда первые танки пошли, примерно от санатория МВО, в сторону Красного моста, мы заметили, что что-то бросили на танк. Думали, неужели какие-то ополченцы что-то бросили. Нет, кто-то биноклем посмотрели, цветы бросали на танки. Грузинское население в основном знало, что будет какое-то наступление. С начала грузинской агрессии в Абхазию стали прибывать добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры из дальнего зарубежья. Более двух тысяч добровольцев участвовали в священной борьбе нашего народа за свободу и независимость. Именно их братская помощь не позволила осуществиться планом агрессора, направленным на геноцид абхазского народа. Два моих брата, старший и младший, поехали в первые дни войны, они здесь были. Меня мать послала их привезти обратно, я приехал и остался с ними здесь. В Меркулах старший брат погиб, средний брат в Сухумском наступлении тоже погиб. Младшего брата вот недавно похоронил. Нас объединяет, как сказать, братство, дружба. Мы, абхазцы и адыги, всегда были братьями и останемся, наверное, братьями. Одинозерное. Да. Родная кровь, как говорится. Памятные мероприятия продолжились в Ишере. Люди приехали сюда со всех концов республики, чтобы возложить святы к мемориалу первого президента Владислава Ардзенба. В судьбоносное для страны время именно под его руководством, благодаря его воле и мудрости, народ Абхазии сумел одержать победу и обрести фактическую независимость. Война с Грузией продолжалась больше года. 413 страшных кровопролитных дней и ночей. После победы Абхазию ждали международная изоляция, экономическая блокада со стороны стран СНГ. Однако, несмотря ни на что, она выстояла и дождалась признания своей независимости. Сария Кварасхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня сделал обращение по случаю 31-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии. 31 год назад, 14 августа 1992 года, началась одна из самых трагических страниц в истории нашего народа. Но наш народ не дрогнул и на призыв своего выдающегося лидера Владислава Арзенба встал на защиту своей Родины. Наряду с Абхазами в защиту справедливости встали представители разных национальностей нашей многонациональной страны. Это русские, армяне, греки, грузины и другие. На призыв помощи откликнулись наши братья Северного Кавказа и соотечественники, проживавшие в различных странах мира, добровольцы Юга России, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Ценой неимоверных усилий и жертв народ Абхазии отстоял свое право на существование, обратив в бегство агрессора. И при всей трагичности тех событий мы осознаем, что именно тогда закалялась наша государственность и закладывалось то, что на десятилетия вперед предопределило историческую судьбу абхазского народа, говорится в обращении главы государства. Спикер парламента Лаша Ашупа сделал заявление по случаю 31-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии. «Принесенное войной горе только сильнее сплотило жителей нашей многонациональной республики, отстоявших право жить в своем независимом государстве. Мы чтим память всех сражавшихся и пожертвовавших своей жизнью ради Отечества. Наш долг перед ними – дальнейшее строительство и укрепление абхазского государства», отмечается в заявлении Лаше Ашупа. Уничтожить абхазский народ, язык и культуру за несколько дней. Такой приказ был у войск Госсовета Грузии. Однако план «Абхазия без абхазов» провалился. Самое сложное было продержаться в первые дни без оружия, без помощи и поддержки. Уже на следующий день стало ясно, что Абхазия не одна в этой страшной войне. Тему продолжить Брагугу Савардань. 14 августа 1992 года – эта дата навсегда разделила жизнь абхазского народа на до и после. В тот жаркий августовский день мирные жители и гости столицы отдыхали, работали, мечтали, строили планы на будущее. Но все разрушилось в один миг. В небе появился вертолет. Август 1992 – разгар курортного сезона. В Абхазии отдыхают тысячи туристов со всего Советского Союза. Над переполненным Сухумским пляжем неожиданно появился вертолет. Уже через мгновение по отдыхавшим на берегу людям ударил Свинцовый град. Это были войска Госсовета Грузии. Первое, что они сделали, кстати говоря, они с вертолетов боевых нанесли удар Нурсами по пляжу, на котором отдыхали семьи военнослужащих российских. Это санаторий Министерства обороны Российской Федерации в Сухуме. Тогда встал вопрос о срочной эвакуации российских и иностранных граждан. Ответственность за эту операцию была возложена на смешанную контрольную комиссию. Вот эту миссию впервые, такую масштабную, осуществлял Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, который возглавлял тогда еще молодой Сергей Кожигедович Шойгу. Большое количество людей тогда им удалось вывезти отсюда из Сухума в Сочи. И настолько успешно прошла эта эвакуация без всяких жертв. То, что началась война, местные жители не верили. Надеялись, что все быстро закончится. Ведь еще накануне 13 августа президент Грузии в телефонном разговоре заверял руководство Абхазии, что о кровопролитии не может быть и речи. Но уже совсем скоро стало понятно, что за право на существование на собственной земле придется бороться. Пришли убивать просто потому, что есть такая национальность – Абхазы. Начались грабежи, мародерство, зверские убийства, насилие. Ведь ворвавшиеся в Абхазию грузинские войска были группами мародеров и преступников. А главный план этой операции – Абхазия без Абхазов. Даже после грабежей мы не верили, что это война. Мы поняли, что это война, когда одним из первых взяли моего брата. Он был убит. Расстреляли. Я так думала. Оказывается, они пока везли его, они его кололи ножом. Ножом кололи по-живому. Они прикладом ему зубы выбивали. Они стреляли ему в челюсть. Я потом это все потихонечку видела. Они ему разрезали грудь и вытащили сердце. Да. Я не знаю, куда они его делят. В республике была объявлена мобилизация. Призывали мужчин от 18 до 40 лет. Но на защиту родину шли, подделывая документы, еще совсем дети и уже старики. Тем временем по зову сердца в Абхазию горными тропами стали прибывать добровольцы Северного Кавказа, Юга России и Черкесской диаспоры за рубежом. Наиболее сложная обстановка возникла в шахтерском городе Ткварчал, который был отрезан от всей Абхазии с самого начала войны. 413 дней без электричества, еды и воды. ГКЧС России начал доставлять сюда гуманитарную помощь. Тем временем грузинская сторона всячески пыталась сорвать доставку продовольствия и медикаментов в блокадный город. Кстати говоря, это происходило не так просто. Тоже были препятствия со стороны грузинской стороны. Даже были обстрелы этого конвоя, были такие ситуации. Но несмотря на это, они доставили конвой. Одной из самых кровопролитных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии стало 14 декабря 1992 года. Спасаясь от голода и холода, на гуманитарном вертолете из Ткварчала в Гудауту летели женщины, старики и дети. Но вертолет был сбит войсками Госсовета Грузии. В Гудауту были доставлены лишь их сгоревшие тела, которые захоронили в братской могиле. За стол переговоров обе стороны садились не раз, но прийти к миру не удавалось. Последняя попытка была в августе 1993 года на очередном совещании Объединенной комиссии по урегулированию в Сухуме. Могу сказать одно, что грузинской стороной и план, и график на сегодняшний день сорван. К нашему большому сожалению, сорван в третий раз. Действительно, условия переговоров. Грузинская сторона постоянно нарушала, потому что главной целью для нее была Абхазия без Абхазов. Тем временем абхазская армия наступала, а в сентябре 1993 года враг бежал. Так провалился план взять Абхазию за три дня. В Государственном музее боевой славы имени Ардзенба открылась фотовыставка, посвященная памяти павших добровольцев в отечественной войне народа Абхазии. В экспозиции представлены фотографии генерала Султана Сосналиева, женщин-воинов, погибших во время войны и после нее, а также снимки добровольцев, приехавших на защиту республики. Представленная экспозиция составлена из архивных снимков фотографа Владимира Попова, Министерства обороны и ассоциаций женщин-участниц войны и Музея боевой славы. На открытии фотовыставки была Рада Чучава. 14 августа – один из самых страшных и трагичных дней в истории нашей страны. В этот день, ранним солнечным утром, войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазии. Сегодня, глядя на мирное небо над головой, мы вспоминаем тех, кто отдал жизни за абхазскую землю и благодарим выживших. Именно им, героям этой кровопролитной войны, посвящена выставка, открывшаяся в Музее боевой славы имени Ардзенба. Братьям, прибывшим уже 15 августа на помощь Абхазии, добровольцу номер один, султану Сосналиеву, приехавшему в республику, охваченную войной, полковником СССР и ставшим героем для всей страны, а также женщинам, отважно вставшим рядом с мужчинами в бою. Роль добровольческого движения в нашей победе, 30-летие которой отмечаем в этом году, неоспоримо важна для нашей истории. Наши братья из 13 стран и 33 национальностей, кто по зову крови, кто по зову сердца, России, Юга России, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии, Южной Осетии, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Приднестровья, Прибалтики, Больши, Азербайджана, Аджарии, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Украины и Польши встали рядом с нами, чтобы защитить честь и свободу маленького народа, храбро отстаивавшего свое право на жизнь. Прибыли сюда и потомки насильственно перемещенных абхазов из Турции, Сирии и Ордании. На открытии выставки присутствовали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, члены правительства, добровольцы и гости из братских республик, общественные деятели, а также руководитель администрации президента Абхазии Джин Сухнанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев. Это война, которая оставила глубокие раны в наших сердцах. Не только в наших сердцах, но в сердцах тех людей, которые сегодня здесь присутствуют. Это и многочисленная делегация добровольцев. Не все сегодня рядом с нами здесь. Здесь многие ушли из жизни, но хочется, чтобы память о них, слава, которую они принесли нам, молодому поколению, оставалась в наших сердцах на долгие века. К нам из Северного Кавказа тропами, потому что границы были закрыты, пришли на помощь наши единокровные братья. Зов крови, по духу близкие наши братья на помощь братскому Абхазскому народу. Низко кланяемся вам, мои дорогие. Мы всегда, этот подвиг бессмертный, будет передаваться из поколения в поколение, «Покажем хоть один Абхаз». Это вы герои Кавказа. После войны наша организация в составе 11 человек, матери погибших, почтили память добровольцев Северного Кавказа. Мы только в Чечне не были, потому что там на тот момент шла война. Но все Северо-Кавказские республики мы объехали. Мы чувствовали такую какую-то вину, что ли. Но настолько эти женщины были крепкие духом, вот поэтому вы такие, мои дорогие, что они даже не то что укорили, они были горды вами. Пока есть хоть один живой Абхазец. Все, кто участвовал в этой войне, просил нам свободу, все будут помнить этот день. И никогда, я желал бы, чтобы никогда не случалось повторение такой истории. Для всех, для нас, для тех, кто из Советского Союза, эта дата перекликается с 22 июня, с началом Великой Отечественной войны. А для вас это начало Отечественной войны народа Абхазии. В той войне свое плечо подставили добровольцы из России. Сейчас в нашей специальной военной операции активно участвуют добровольцы из Абхазии. Это нам в очередной раз яркое свидетельство того, что наши народы не просто дружественные, не просто братские. Мы союзники, мы стратегические партнеры. На открытии выступили и участники войны, добровольцы, прибывшие из Кабардино-Балкарии, и ветераны. Говорят добровольцы, добровольцы постоянно, говорят для нас добровольцев. Ни один доброволец Северного Кавказа, наши братья чеченцы, братья осетины, кабардинцы, вам никто не смог бы помочь, если бы вы включили бы, как говорится, заднюю скорость. Но народ показал, дух свой показал. Дети встали на защиту этой маленькой страны. Стали все женщины, все, кто мог держать оружие, кто не мог держать свои дела, делал. Поэтому эта победа достойна, а она достойна абхазского народа, и абхазский народ его заслужил. Говорят, это полгода, и абхазский народ его заслужил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Архитектор Игорь Смыр показал собравшимся гостям концепт памятника, посвященного женщинам, сражавшимся за победу в этой войне. Также на мероприятии присутствовали гости из Южной Осетии. Зоя была в Абхазии в тот страшный день, когда началась война, и не покинула ее до самого дня победы. И среди этих женщин, я вот смотрю, фамилии есть и грузыни, и осетины, и русские, не только абхазцы. И вот это показывает и доказывает то, что женщины более осознают, что война не нужна. Которые 9 месяцев детей носят в животе, потом растут, они никак не ждут, чтобы кто-то их ребенка убил. Выставка будет доступна для посещения до 31 августа. Рада Чачава, Рама Камки, Абхазское телевидение. Первая леди Абхазии Айлита Ахиба направила приветственный адрес супруги президента Сирии Асми Алясад по случаю запуска национальной программы раннего медицинского выявления и вмешательства при нарушениях слуха у новорожденных. Мероприятие проходило 12 августа в Дамаске под патронажем первой леди Сирийской Арабской Республики, куда и была приглашена супруга президента Абхазии. Айлита Ахиба выразила Асме Алясад бесконечную поддержку и благодарность за ее неоценимый вклад в улучшение жизни людей во всем мире и пожелала ей крепкого здоровья, терпения и сил для воплощения всех благих дел. В Сухуми на улице Акерта во днем 14 августа произошел крупный пожар. Загорелись несколько домов. На момент прибытия пожарных горела кровля. Пламя перекидывалось на другие строения. Стремительному распространению огня способствовало то, что перекрытия загоревшихся домов были деревянными, а стены отделаны дранкой. К тому же район пожара был плотно застроен. Огонь тушили шесть пожарных расчетов из Сухума, Гулрыбша и Ачемчиры. К месту происшествия прибыли также спасатели и медики МЧС. При тушении огня в одном из захваченных пламенем домов зетонировали пиротехнические изделия, что в свою очередь могло привести к еще большему распространению огня. Однако усилиями пожарных пламя было локализовано и потушено. Спасателям удалось состоять здание музыкальной школы, расположенной вблизи загоревшихся домов. Она частично обгорела. В результате пожара четыре дома сгорели полностью, два строения повреждены частично. Никто из людей не пострадал. Оперативные подразделения МВД Абхазии проводят разыскные мероприятия, направленные на задержание Гургена Киракосяна, совершившего побег из СИЗО МВД. В феврале этого года Гурген Киракосян был приговорен с Ухумским районным судом к 15 годам лишения свободы. Он обвиняется в умышленном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Отделом дознания ОВД по Гулрыбшскому району в отношении Беглеца возбуждено уголовное дело. В МВД Абхазии прошла рабочая встреча министра внутренних дел Роберта Киут с первым заместителем министра внутренних дел Южной Осетии Эриславом Мамеевым. Подробности в материале пресс-службы ведомства. Пресс-службы ведомства. Генерал-майор Киут поблагодарил членов Южно-Осетинской делегации за вклад, внесенный осетинскими добровольцами в ходе войны в Абхазии 1992-1993 годов. В свою очередь, Эрислав Мамеев выразил благодарность за оказанный абхазской стороной прием и пригласил Роберта Киут с ответным визитом в Южную Осетию. Во встрече приняли участие заместители министра внутренних дел Абхазии Руслан Ажиба, Беслан Чкадуа, Тенгиз Нормания, заместитель начальника штаба МВД Южной Осетии Владимир Гассиев. 15 августа состоится 11-я Московская конференция по международной безопасности. В ней примет участие делегация Министерства обороны Абхазии во главе с министром Владимиром Ануловым. Для участия в конференции приглашены более 100 стран и международных организаций. Мероприятие проходит в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». Коллектив Министерства по налогам и сборам сообщает о скоропостижной смерти сотрудника ветерана Отечественной войны народа Абхазии Роберта Энварбиевича Жиба. Роберт Жиба более 25 лет добросовестно осуществлял трудовую деятельность в налоговой службе города Гал на разных должностях. С 2010 года являлся начальником инспекции Министерства по налогам и сборам по Галскому району. За боевые заслуги в Отечественной войне народа Абхазии награжден медалью «За отвагу». За добросовестное исполнение служебных обязанностей не раз был награжден почетными грамотами ведомства. А в апреле 2014 года ему был присвоен очередной классный чин советника налоговой службы 2-го класса. Мастер-класс по стрельбе из лука. Коррекционно развивающие подвижные игры. Катание на лошадях – все это было проведено в рамках программы «Инклюзивного подросткового общества». Мероприятие подарило детям поистине праздничное настроение и незабываемые эмоции. Подробнее об инклюзивном обществе и об их деятельности в репортаже Шазин Наханагуа. В теплой, непринужденной, дружественной атмосфере проходила программа «Инклюзивного подросткового общества». Она объединила девчонок и мальчишек с 10 до 18 лет. Для них была подготовлена яркая, насыщенная, интересная программа, позволившая окунуться в мир инклюзии. У 13-летнего Александра Калайджана – ДЦП. У мальчика хорошая память и учится он хорошо. Александр интересуется практически всем. Здесь он планировал попробовать себя в стрельбе из лука. Лане Аргун 14 лет. Она веселая и очень активная девочка. Лана с улыбкой отметила, что пришла на мероприятие повеселиться и познакомиться со сверстниками. Я рисую, пою. Что чаще всего рисуешь? Животных. Любишь животных? Да. А есть у тебя кошка или собака? Да, у меня есть две собаки. Джонни и Бонни. В рамках программы «Инклюзивного подросткового общества» для детей был проведен мастер-класс по стрельбе из лука. Этот традиционный вид спорта дисциплинирует, так как требует очень строгого выполнения правил техники безопасности. Это и умение концентрироваться, и развитие мелкой моторики, и гимнастика для глаз, и дыхательная гимнастика. Перечислять можно много. Вывод один. Стрельба из лука – не только интереснейший способ проведения досуга, но и колоссальная польза для развития. Мастер-класс провела президент Федерации абхазской стрельбы из лука Илона Вууба. Она объяснила правила безопасности и показала правильную технику. После этого ребята освоили технику выстрела и стойку лучника. К нам в Абхазскую федерацию стрельбы из лука обратилась Рада Халваш, руководитель инициативной группы ПИМА. И рассказала о том, что они планируют мероприятие, в котором будут принимать участие детки. Обычные детки и детки, у которых есть особенности здоровья. Мы, безусловно, поддержали сразу эту идею, потому что мы много работаем, работаем благотворительно, поддерживаем всевозможные активности. И сегодня мы здесь для того, чтобы поддержать детей, родителей, у которых есть временные сложности. Для подростков были проведены коррекционно развивающие подвижные игры от Госкомитета по делам молодежи спорта, катание на лошадях от конного клуба «Надежда», а также музыкальная программа от «Звездных гостей». Такие мероприятия детям, конечно, очень приятны. Да и нам, родителям тоже. Очень приятно, что происходят такие вот мероприятия для наших детей. Что еще добавить? Думаю, что в дальнейшем все будет лучше и лучше. Все будет для наших деток. Первая инклюзивная молодежная организация «Единство в дружбе» приступила к своей работе 24 июня. Организация определила круг приоритетов, которые считает важным развивать в стране. Это создание инклюзивного общества, проведение инклюзивных мероприятий и инициатив, так как каждый человек обладает правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность, возможность чувствовать себя комфортно в любом обществе. Об этом отметила основатель и руководитель, студентка педагогического факультета АГУ Рада Халваш. Для нашей организации важен термин интеграция. Интеграция подразумевает равноценность каждого и ценность жизни каждого на равных условиях. Так как у всех у нас разные возможности, но равные права. Мы к созданию инклюзивного общества. На данный момент идут вопросы к созданию инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях. Но наша организация считает, что лучше начать сначала с инклюзивного общества. Только с инклюзивного общества мы можем выйти к инклюзивному образованию. Рада Халваш отметила, что инклюзивное подростковое общество – это вторая программа, подготовленная ими. Первую программу мы провели с детьми. Было детское подростковое общество, программа так называлась. Также был мастер-класс, развлекательная программа от аниматоров. И мы эту программу пока, первую программу, закрыли. Мы сейчас проведем вторую программу инклюзивное подростковое общество. После этой программы мы будем готовиться к третьей программе, которая будет называться «Инклюзивное молодежное общество». Эти три программы мы проведем, и мы будем их продолжать по кругу. Что с детьми, что с подростками, что с молодыми людьми. Все чаще и чаще, так как это наша цель – мы за развитие инклюзивного общества. При проведении программы инклюзивного подросткового общества поддержку оказала администрация столицы. Администрация города придает особое значение вопросам развития инклюзивности во всех сферах нашей деятельности. Эта проблема является очень острой, актуальной, потому что действительно мы на различных площадках присутствовали, обсуждали те проблемы, которые существуют для детей, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому пласт проблем там большой, и мы рассчитываем на то, что те проблемы, которые есть, они могут решаться только совместными усилиями гражданского общества, органов государственной власти, бизнеса, наверное, и просто рядовых граждан. Организаторы праздника поблагодарили всех, кто принял участие и оказал содействие в проведении данной программы. А главное, что дети ушли воодушевленные и с праздничным настроением. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 15 августа, на территории Абхазии ожидается жаркая погода, очень высокий индекс ультрафиолета. Температура воздуха ночью 22-27 днем, 29-34 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск «Амшик Шара» подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова